Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии, и я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями и новостями из Швейцарии. Сегодня я подготовила для вас очень интересный сюжет по вашим просьбам про 15 вещей, которые меня удивили в Швейцарии, которые показались для меня лично необычными, которых я не видела, не знала, живя в Одессе, в Украине, и мне будет интересно ваше мнение, а как вы отреагировали на эти же самые вещи. Кто ещё не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас, ну а мы с вами продолжим. Я не делала никакого рейтинга, потому что вещи все для меня очень странные и необычные. Итак, самое первое, чему я долго не могла привыкнуть и понять, будучи мамой мальчиком, это то, что мужчины и мальчики писают сидя. Причём это обязательное условие в садиках везде, во всех общественных местах висит наклеечка и зачёркнуто стоящий мужчина возле туалета. Не знаю, как в общественных местах соблюдаются эти правила, но дома швейцарец категорически этого не делает. Это в целях гигиены, а также облегчает уборку, так как стоя всё разбрызгивается, а сидя направляется в определённое русло. Вторая вещь, которая меня очень удивила, это то, что дети, живя с родителями, начиная с 16-17 лет, как только у них появляются свои деньги, начинают платить родителям на домашние расходы. У меня тоже это было сначала дикостью, непривычными моментами. Сейчас, конечно, уже 10 лет спустя я понимаю, с какой целью это делается, чтобы дети тоже учились нести ответственность, понимали, что ничего с неба не падает, а также учились распоряжаться своим небольшим бюджетом, что когда-нибудь они выйдут на свои хлеба, и чтобы они уже понимали, что и сколько стоит в этой жизни. Следующий момент, который меня тоже очень сильно удивил, это наличие, огромное наличие домов престарелых. В каких состояниях они находятся, стариков туда не сдают, а они добровольно туда идут. Мало того, занимают очередь, выбирают заранее дом престарелых, куда бы они хотели попасть, с каким видом из окна, и становятся в очередь, так как во многие дома престарелых в определённые стоит очередь на 10 лет вперёд. Поэтому об этом тоже заботятся заранее, а также собирают деньги на дом престарелых, потому что содержание старичка в доме престарелых обходится иногда в 8 тысяч франков в месяц. Если будет эта интересная тема, напишите комментарий, я по каждому моменту сделаю отдельный сюжет, потому что говорить на эту тему можно очень долго. Четвёртый момент, к которому я долго не могла привыкнуть, когда приехало, это то, что в воскресенье закрыто всё. Заранее нужно продумывать, как что купить, какие покупки, а если ты, не дай бог, ещё в субботу работаешь, в субботу укороченный день, в воскресенье закрыто всё. И в воскресенье также день тишины, а также семейный день. Очень сильно меня удивляло, какие здесь активные папы, то есть как они активно проводят с детьми выходные дни, везде в горах, везде можно увидеть, всеми чуть ли не с новорожденными детьми, уже в горах, уже в рюкзаках каких-то за спиной. Люди стараются дома не сидеть, куда-то выходят, и вот эти моменты для меня были дикостью, потому что в моей жизни 10 лет назад было так, что папа работает, а выходной он отдыхает, а мама с детьми куда-то уходит, чтобы дать ему отдохнуть. Дальше. Конечно же, мне пришлось тоже этому учиться, и поначалу мне резало глаз, то, что все здесь улыбаются, все очень дружелюбные, и когда, например, в моём городке, когда я иду на тот же вокзал, все люди, которые мне попадаются по пути, все со мной здороваются, хотя я их вижу вообще в первый раз. Грюйте, грюйте. Мало того, когда тебе говорят, Ви Гейтс, на работе, где угодно, недостаточно сказать Гуд, Данке, обязательно нужно сказать Он дир, в ответ, да, как твои дела, а у тебя как? Потому что если ты не спросишь в ответ, это уже считается хамством. Дальше, что меня очень сильно удивило, о том, что новорожденных детей начинают страховать, будучи ещё в утробе, потому что, если, не дай Бог, при родах случится какое-то осложнение, и ребёнок не застрахован заранее, то, к сожалению, страховка этот случай оплачивать не будет, а тем более, если, не дай Бог, роды прошли неудачно, и ребёнок родился с какими-то очень серьёзными отклонениями. То же самое касается страхования зубов у детей. Их страхуют зубы до того, как они выросли. Вот эти моменты тоже для меня были дикостью. Ну, и как любая другая страховка, и что она здесь работает, потому что у нас в Украине ещё 10 лет назад страховок практически никаких не было, кроме как автомобильной каско. Дальше, что меня очень сильно удивило, что здесь люди стараются избавляться от ненужных вещей, то есть они их не выбрасывают, а они их отдают даром. И очень много можно найти объявлений, что касается детской одежды. Значит, вырос ребёнок, мама бережно сложила всё по пакетикам и отдаёт даром. Можно найти такие пакеты, например, на 104 рост, на 116 рост. То есть огромный пакет, 25 вещей, начиная там, допустим, от носочков до рубашечек. И этот весь пакет, там килограмма 4, люди отдают даром, только чтобы не выбрасывать, чтобы давать вторую жизнь вещам. И есть люди, которые охотно это покупают, ну, что понимают, что детки растут. И, конечно же, нет смысла покупать новые. Мне это было дико, особенно для новорожденных детей, как у нас, не знаю, как сейчас, но раньше было принято всё купить новое, причём какая-то коляска должна быть кожаная за полторы тысячи долларов, вся семья собирает. Вот эти вот моменты, вот эти вот отсутствие понтов и какая-то простота жизни меня, конечно, тогда очень поразила, но в то же время и удивила, так как я понимала, что я приехала в какую-то богатую страну, где люди получают какие-то огромные деньги. И когда такие вещи видишь, то, конечно же, очень сильно удивляешься. Вот, значит, я ещё раз уточню, я рассказываю свои первые впечатления, когда я только приехала. Конечно, сейчас уже 10 лет спустя я понимаю объяснение этим вещам, и я уже не удивляюсь, но для человека, который впервые с этим столкнулся, конечно же, это всё было удивительно. Дальше. Когда есть такие моменты, что когда тебя вдруг, когда тебя приглашают знакомые на гриль-вечеринку, каждый приходит со своим мясом. Мне объяснили, что люди есть разные. Во-первых, мясо здесь дорогое. Во-вторых, каждый ест у каждого свои вкусовые пристрастия. Кто-то хочет куриное мясо, кто-то сосиску, кто-то свинину. Поэтому каждый несёт то, что он ест. И, естественно, если он не доел, он это забирает обратно. Потом меня удивило наличие в больших городах притонов людей, которые употребляют запрещённые вещества. Не буду сейчас называть их. Это незаменители. Это конкретные вещества, которые в наших странах где-то продаются на чёрном рынке. Здесь люди получают эти вещества бесплатно. Больше всего меня поразило это то, что есть дома престарелых для наркоманов. То есть у нас в странах люди не доживают даже до 30 лет, которые употребляют. А тут, мало того, что они всю жизнь себе живут в кайф, так они ещё и потом кучкуются в домах престарелых по своим же интересам. Вот этот вариант вообще меня убил. И, конечно же, я задалась вопросом, боже, кто это всё оплачивает? Ведь они же ни дня не работали и всю жизнь провели вот в таком вот лёгком угаре. Одиннадцатый момент это налог на собак. Конечно же, в Швейцарии есть миллион других налогов, но почему-то на собак налог есть, а на кошек налога нет. Вот этот момент меня, как собачницу, очень сильно возмутил. Но, как я вам уже говорила, в каждом кантоне свои налоги. Опять-таки, из чего они исчисляются, непонятно. Где-то есть 60 франков, где-то 250. Вот. Значит, и, естественно, как вы уже знаете из моих сюжетов, найти квартиру, где будут разрешены домашние животные, тоже большая проблема. Вот. Но об этом у меня достаточно сюжетов про собак и про домашних животных. Следующий, двенадцатый, двенадцатый пункт у меня это декрет для пап. Значит, наш банкир, с которым мы общались по поводу покупки квартиры, он очень спешил, так как у него впереди шесть недель отпуска за уходом за новорожденным. И он был безумно рад, что он может провести шесть недель со своим новорожденным сыном. Где это видно? В наших странах. Папы здесь, конечно, все удивительные. Папы здесь ходят в школы для беременных, папы присутствуют на родах, папы уходят в декрет, и папы абсолютно не боятся сидеть с новорожденным детём одним, круглыми днём и ночью. Точно так же папа встаёт по ночам к детям, точно так же папа гуляет с детьми на площадках, проводит с ними выходные дни и так далее, меняют им памперсы, кормят с ложечки. Для меня это всё было огромной дикостью, потому что у меня, к сожалению, имея троих детей, такого папы не было. Вот, конечно же, уже понимаю, что сейчас время поменялось, и молодые люди уже немножечко по-другому это всё воспринимают, но тогда, десять лет назад, для меня это было всё очень-очень дико. Вот, особенно видя молодых пап, которые не боятся взять в руки вот этот маленький комочек счастья. Точно так же кто-то меня спрашивал, как после развода очень популярна модель 50 на 50, то есть неделю ребёнок у папы, неделю ребёнок у мамы, и папа знает, что делать с ребёнком, чем его кормить, и полностью занимается им, посвящает ему своё свободное время в удовольствие, не из-под палки. Дальше тринадцатый пункт меня тоже очень сильно удивил, когда я узнала, что мужчины себя охотно стерилизуют. Это происходит либо будучи в браке, когда семейная пара уже не хочет иметь детей, и не женщина употребляет какие-то таблетки, чтобы не забеременеть, а мужчине проще всего сделать операцию и лишить себя такой вот функции. Мало того, эту операцию могут сделать мужчины, которые даже не находятся в браке, и даже не имеют детей просто по своему такому согласию, что, конечно же, для меня это было дикостью. Есть такое движение Child Free, что как мужчины, как и женщины не хотят иметь детей. И, конечно же, в Швейцарии это очень большая проблема, так как люди долго живут, и, естественно, когда рожают мало детей, проблема потом становится, кто будет платить пенсии, старичкам. Меня ещё удивило, конечно же, это наличие голых людей в саунах, в банях. И есть такие дни, где вся семья, например, идёт в сауну, в баню, и, конечно, для меня это был тихий ужас, шок, к которому я никак не могла привыкнуть. И, конечно же, до сих пор, особенно я вам уже рассказывала, кто смотрит мои влоги с работы, вы знаете, что я работаю в термальном комплексе, и когда после работы я иду расслабиться, например, в термальный бассейн, и потом мои сотрудники завод пошли в сауну, и я понимаю, что там все будут голые, я не хочу видеть своих сотрудников или свою там шефиню голой. Я этого вообще понять не могу. Конечно же, я, у меня это в голове не укладывается, хотя допускаю, что для многих людей это абсолютно нормально. Вот. И, конечно же, последний момент, которому я отвела место в своём рейтинге, это удивление последнего, последней моды, которая коснулась не только Швейцарии, но и разных других стран. Вам интересно, напишите в комментариях, есть ли такие случаи в наших странах. Это когда дети, будучи ещё школьниками, вдруг изъявляют желание поменять пол, либо они уже понимают, что они имеют какие-то предпочтения сексуальные, да, там, допустим, мальчики, мальчикам нравятся мальчики, девочкам нравятся девочки, и при этом они не стесняясь об этом говорят, и родители их в этом абсолютно поддерживают. У нас есть такой пример в школе, значит, девочка, которая стала вдруг себе называть Джоном, носить мужскую одежду, и весь класс абсолютно нормально на это отреагировал, и никто после этого не называл её в женском роде, то есть, весь класс охотно поддержал её этот момент, точно так же, как и родители. Вот, конечно же, нам это всё непривычно и дико, но, опять-таки, пожив здесь какое-то время, ты немножечко начинаешь вникать в эту культуру, в этот менталитет. Конечно же, эти моменты, они касаются не только Швейцарии, может быть, и других европейских странах, поэтому буду рада пообщаться с вами в комментариях на эти темы, и если вдруг какой-то аномальный случай вас заинтересует больше всего, и вы захотите углублённо узнать про него, я сделаю отдельный сюжет. Я надеюсь, вам понравилось это видео, ну, а мы увидимся с вами уже завтра в абсолютно новом, не менее интересном сюжете. Пока-пока! Вау! Субтитры сделал DimaTorzok